МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Никита Александрович Мельбаскин, программа «Поучерпинг». И спасибо вам за внимание. Всем привет и с наступающими праздниками. Я, наверное, единственный докладчик, практически кто вас всех поздравил. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Секундочку. Потренируюсь. Отлично. Александр мне уже представил. Мне, в принципе, представлять не нужно уже. Меня зовут Никита. Я представляю сервис учетки МБАИ. Я руководитель и главный разработчик. Как Александр уже сумел заметить, и как вы уже, наверное, понимаете, у кого есть свой бизнес, бизнес – это наукоемкий процесс, и для того, чтобы за ним наблюдать, необходим инструмент учета. Причем инструмент учета с независимой оценкой, в которой нельзя никак вмешаться. Что такое учетки МБАИ? Учетки МБАИ – это сервис непрерывного, именно, подчеркиваю, непрерывного ведения управленческого и бухгалтерского учета. На самом деле инструмент более мощный, но как бы в нашем сознании более-менее понятные слова есть, типа бухгалтерский учет. Все, в принципе, уже представляют, что это такое. Дальше люди меньше понимают, что такое управленческий учет. Про налоговый учет я буду молчать. Естественно, как и любой сервис, учетки МБАИ, он преследует определенные цели. Ну, это, естественно, современный онлайн-сервис, работает через интернет, непрерывное ведение учета, как я говорил. Дальше. Это система стандартов. Учеткин, он стандартизирует не только ваши бизнес-процессы, но и процесс ввода информации, и процесс действий пользователя. Если так абстрактироваться, допустим, существует ряд сервисов для решения определенных задач бухгалтеров. В основном это 1С, например. Это сервис, как я обежливо называю, для решения эротических фантазий бухгалтера. Есть сервисы для решения эротических фантазий продавцов. Ну, не буду спойлерить, это, например, мой склад. Там реально хочу поиграться с ценами вот так, а хочу это, посмотреть, что из этого выйдет. Так любят работать продавцы. И лишь малая доля на рынке сервисов, которые решают эротические фантазии бизнесменов. Вот один из них – это учетки. Причем на белорусском и на рынке СНГ однозначно. Один из немногих. Это инструмент, обеспечивающий правильный и стандартизированный ввод информации. Как я уже говорил, цели. Дальше. Цели. Из основных – оперативно обеспечить бизнес избыточной информацией по принципу «здесь и сейчас». Самый простой пример. Я вот «здесь и сейчас» хочу знать, сколько я должен своим кредиторам. Нажал на кнопочку, я уже вижу число. С классической формой, когда есть бухгалтер, там, Мария Ивановна, сколько я должен? Одну секундочку. Через полчаса Мария Ивановна, ну, примерно вот столько. Сдам отчеты в следующем квартале. О, а это более-менее правдивый результат, когда она говорит, вот сдам отчеты, сдам баланс, и в следующем квартале я точно вам скажу цифру, сколько вы были должны месяц назад. Вот. Объединение в одном месте функционала, как бухгалтерского, торгового, чата-сказского, ERP, ЦРН. Там дальше будут скриншоты, покажу дальше. Управление активами бизнеса здесь и сейчас. В принципе, то, что Александр рассказывал, вот эта замечательная формула, вы в учетке сможете видеть действительно активы и пассивы. Не только доходы и расход, но и активы и пассивы. Скриншоты. Вот, в принципе, так вот выглядят в основном те экраны, которые может оперировать любой бизнесмен. Так, тут. Есть. Значит, здесь в верхней части это как выглядит журнал финансов. В нижней части пример ЦРН на примере журнала счетов и заказов. Здесь уже видны все циферки начального и конечного остатка, сколько денег заработали, сколько денег затратили. Для неплательщиков НДС даже отображается выручка за последние три месяца. Для того, чтобы знать, а не перескочили мы, определенный барьер, там, по-моему, 42 тысячи евро, когда вы должны превратиться в плательщика НДС. То бишь, вы контролируете свои действия здесь и сейчас. Система на сегодняшний момент вообще обнаглела. Она уже видит ошибки и сигнализирует их пользователям. Если вы видите напротив такой вот треугольничек, это значит, где-то вы накосячили, просьба открыть документ и почитать, что хочет от вас система. Чем больше таких треугольничков, тем больше у вас косяков. Например, пример CRM, это вот то, что хотят видеть продавцы в основном. Это статус документа, тут вот видите заказ, обработки в процессе. Статусы пространавливаются либо вручную, либо автоматически. Например, когда выписывается накладная, уже машинка такая появляется. И статусы оплачен, не оплачен. То бишь, например, менеджеру, продавцу в некоторых случаях нельзя знать, сколько денег пришло по тому иному счету, но ему достаточно виден уровень статуса. Оплачен полностью, оплачен частично, чтобы звонить и требовать денег, например. Дальше. Много работы проведено над автоматизацией ручного труда. Это для того, чтобы максимально исключить человеческий фактор. Система очень плотно интегрируется с Excel, можно копипастить документы. Интегрируется с сканером штрих-кода. Там на стенде захватил специальный сканер штрих-кодов, чтобы показать, как это работает. Но никто не подходил. Исключение, естественно, человеческого фактора, тоже гордость Учеткина, то, что поддерживаются все выписки всех белорусских банков. То бишь, процесс ввода финансовой информации. Финансы – это, в принципе, то, ради чего вы создавали бизнес, а полностью автоматизировано. То бишь, тупенько выгрузили выписку, закинули в Учеткина, и вуаля. У вас, как бы, уже процентов 80 вашего учета уже автоматизировано. Дальше вы просто должны дополнять первичными документами, там, актами, докладными и так далее. Практически моментально система определяет виновника торжества, виновника торжества. В системе четко введена зона ответственности каждого участника, стандартизировано будет выбор. Поэтому, че-что, если совершала какая-то ошибка, вы узнаете это не через месяц, не в конце квартала, не на момент сдачи отчетности, а, например, минут через пять. Вы уже знаете, что есть косяк, и срочно нужно его исправлять. Ну, про предупреждение верных операций я уже показал в виде этих треугольничков. Чего еще самого хорошего в Учетке не реализовано – это развеение сложных процессов на более мелкие. И когда сложные вещи представлены в виде последовательности мелких, вы действительно понимаете, что вы делаете. Учеткин работает с 2009 года. Вы себе не представляете, сколько я встречал предпринимателей, которые вообще не вздут на то, что они делают. Вот они видят 100 долларов, которые, знаете, как Озрику болтается на удочке. Вот они идут, и они не собирают, что они делают, вообще про ответственность ничего не думают. Им главное – заработать денег. Так вот, когда очень сложные процессы, надо самостоятельно в них разобраться, чтобы понимать, где, ну, хотя бы не накосячить. Ну, кроме этого, я уже, наверное, говорил, не говорил, что может Учеткин – это, естественно, печатать первичные, оформлять первичные документы, накладные акты. Можно даже оставлять свои собственные формы документов, типа коммерческого предложения, договоров, можно оставлять логотипы, печать, можно даже счета печатать с изображениями товара. Ну, соответственно, если вы добавили в карточку товара изображение товара. Считает налоги, предоставляет налоговую отчетность. Сейчас полностью доработанная упрощенка и общая система налогообложения. Формируются книжки, формируются электронные счета фактуры. Ну, в принципе, все автоматизировано, и вы можете спокойно считать налоги. Кроме того, что вы видите, где ваш бизнес находится, эта еще штука считает налоги. Такой философский вопрос. Так что же лучше там – 1С или Учеткин? Краткий экспрус в налоговое законодательство. Опять-таки, люди у нас мало об этом знают, но много слышали там крики с телевизоров или там на всяких сайтах написано, что там должен быть бухгалтер. Нет. На самом деле, по нашему законодательству у нас может быть два вида учета. В плане счетов и в книгах учета. План счетов – это чисто для бухгалтеров, для проверяющих, а книга учета – для всех. Она ясна для всех. 1С предприятия – это система управления базовыми данными. В основе Учеткина он построен на базе 1С, на самом деле, на сервере «Игруется настоящий 1С». Но внутри чисто моя нулевая разработка с моими ноу-хау, которая построена на базе вот этих простых формул доходов на расход равно прибыли. На самом деле, в итоге получилась система множественных таких вот линейных уравнений. Соответственно, если вы ошибаетесь, на каком-то маленьком шагу не пляшет уже вся система уравнений, и вы видите кривые цифры, что означает, что у вас где-то косяк. Опять-таки, как я вам сказал больше, что косяки очень быстро находятся и быстрее решаются. Тоже еще хорошо, что посмотрел. Учет Кинбай, в основном, не имеет ничего общего с типовыми конфигурациями. Учет Кинбай позволяет развиваться бизнесу. Он стандартизирует его. А задача 1С конфигурации, типичной, которую предлагают конторы, это подстроиться под нужды конкретной организации. Это чуть-чуть разные возможности и требования. Здесь я привел пример, как выглядит типовая 1С, это реальная конфигурация одной белорусской конторы. Представляете, 150 за все где-то, примерно 30, туда еще вниз 120 элементов. То бишь, работая в 1С, вы должны знать, каким документом нужно оформить ту или иную операцию из этих 150. Учет Кинбай это все сделано через 27 документов. На самом деле, если у вас не сильно извращенный бизнес, вы сделаете через 3 документа вместо 150. Безопасность тоже любимый вопрос. Технические вопросы. Есть шифрованный канал между вашим компьютером и сервером Учеткина. На сервере Учеткина стоит легальный купленный антивирус. Кстати, сертифицирован уже в Белые игры. То бишь, все вообще мегалегально. Значит, можно выгрузить собственную базу данных. То бишь, люди иногда волнуются, что вот если вдруг вы закроетесь, вдруг там метеорит упадет, и все наши данные пропадут. Нет, вы можете тоже ежедневно, как хотите, выгружать свою базу данных. Она выгружается в формате XML, а там уже можно оперировать, как хотите. Можете в 1С загружать, можете в Галактику. Можете чисто вот в уголке положить, чтобы она рядышком с вами была. Ну и, соответственно, резервные копии. Каждую ночь делаются чуть-чуть, что можно откатиться и восстановить. Это действительно безопасно. В принципе, у меня все. Хотел сказать, что сейчас как бы система развелась до таких масштабов, что до следующего года уже будет предоставляться управленческий баланс. За любой период, хоть за один день. Вы сможете видеть, где ваш бизнес конкретно, на конкретных цифрах. Плюс еще вот Александр, еще даже Александра не знает. Был бы тут Костя Дуравский, он уже ушел. Включил в некоторые функции геймификацию. И система мало то, что вот эти треугольнички показывает, она еще дает правильные советы, анализируя ваши цифры. То бишь, если вы будете следовать советам системы, вы сможете быстро выкарабкаться из сложной ситуации. Вот. У меня все. У меня еще микрофончик. А, еще микрофончик. В принципе... Завершите. А, на завершение. Еще минуточку, чтобы было понятно, после выступления Никиты, применение системы Учеткина позволяет, на самом деле, убрать такое слабое звено в ведении бизнеса, как бухгалтер. Я думаю, что мы про них не будем. Хорошие люди, я их люблю, но на самом деле, они уже все-таки века прошедшего стиля. По одной простой причине, потому что на сегодняшний день бухгалтер, по большому счету, это оператор вывода информации в компьютер. Соответственно, то, чем занимается управляющая компания, она помогает наладить бизнес-процессы, она позволяет освободить ненужные ресурсы в виде и людей, и времени, и денег, и так далее, и тому подобное. И на сегодняшний день вы сами можете прекрасно разбираться, а если у вас не хватает каких-то ресурсов, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы всегда будем рады помочь, чтобы поменьше было красивых историй, почему вас победили, и, в общем-то, у вас увеличились, размножались и преувеличились. И тогда вы сможете пользоваться карточками, вкладывать, инвестировать, и это самое приятное. Маленькое такое, что сказать, откуда я знаю, в 2007 году я достичь финансовой свободы. Чертовски приятная вещь, чего вам желаю достичь финансовой свободы. Спасибо. Хорошее завершение конференции по финтеху, отличное пожелание. Не уходите, Александр, Никита. Вы нам Яндекс оставили подарок, вот, они его сами разыграли, не смогли, потому что вопросов не было. А вам тут вопросы задавали, выберите кого-нибудь, кому вы хотели бы это вручить. А кто на волну задавал? Мне никто не вопрос. Давайте вопросы. Давайте вопросы. Притом желательно заковыриться. При этом есть прекрасный подарок Яндекс.Касса. Чешто, можем даже пакетик разыграть. О, я буду как Леонид Якубович. 100 рублей. Кто? Кто? Есть вопросы? Задавайте. Ну, давайте уже вы. Попрос в том, что вы сказали, что можно ввести кучу от вас на высоте налога отложения. Да. Вначале я думаю, что я могу формировать еще обязательную акцию. Да. И ввести план счетов? Нет. Нет. Какие планы? Вы заполняли когда-нибудь налоговую декларацию? Налоговую декларацию, да. Там, если помните, там в конце некоторых налоговых деклараций, ну, просто я их много разных заполнял, там стоит, выберите, один или два поставить надо. Ну, на ВОСН, например. Помните такой, да? И там написано, один введение в плане счетов, два введение в книгах учетов и доходов и расходов. Нет, ну, я просто говорю, что у вас основная система налога обложения, реализована через книги учетов. Да. Через региструю учета. Да. Соответственно, прибыль – это какой план счетов? 99-й счет. Касса – это какой счет? 51-й. И поэтому на самом деле, просто у Никиты Александровича это все названо человеческим языком, а не для бухгалтеров. Потому что, когда я знакомился и учился всяким бухгалтерским штучкам, мне сразу объяснили, что задача бухгалтера – все зашифровать. Ну, он хорошо шифрует. Нет, понятно, я просто чувствую, что, насколько я знаю, по законодательству, да, наше бухгалтерское. Да. Если основная система налога обложения, то она подразумевает план счетов, а мы ведем в учет. Но не через план счетов. Ну, не через план счетов. План счетов. План счетов был создан в СССР для ведения плановой экономики. И, наверное, тогда это было хорошо. Потом вдруг все начало развиваться, и этот план счетов… СССР, заметьте, давно развалился, 25 лет назад недавно было. Все развалилось, и план счетов остался. Непонятно, зачем. Во всем мире, вы же знаете, там есть такое МСФО еще, гораздо проще, понятнее. Вот. А у нас есть большой, тяжелый, могучий план счетов. Вопрос. Что было первоначально? План счетов или главная книга? Нет. Главная книга. Она еще неизвестна, когда была придумана, там, тысячу лет назад, она до сих пор ей пользуется. То есть, главная книга, то есть, введение номер два, на самом деле, гораздо более отлаженно, эффективно. Это простые экселевские таблички, которые понятны. План счетов, на самом деле, я уверен, он умрет. Ну, давай. А в задолжение, это в вашем вопросе. То есть, нету возможности сформировать хуже обороты санкетов? Есть. Есть. Да, только как оно называется? Она просто по-человечески называется. Так, чтобы я, как руководитель, понимал, как оно называется. Просто та же главная книга, это что? Абсолютно. Дебит, ввесит, 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 ввесит. Все есть. Все есть. Опять-таки, о чем мы говорим, и Никита, может, просто не заметили, пропустили, так сказать, верх плана счетов – это баланс. Вопрос заключается в том, что если вы разберетесь с балансом, то на сегодняшний день банки закрывают баланс каждый день. И то, чего мы делаем, то, что каждое предприятие может закрывать баланс каждый день и понимать, где у него находятся деньги. При этом там не будет написано «за балансом и счет», потому что мне, как руководителю, непонятно, что с ним делать. А потом вот это бухгалтерское крутить в вертолетике, я всегда это бы поражался. А если есть предприятие необходимость своего предприятия сработанного документа, да, и вот чтобы заработать это в вашей системе, если у вас нет? Возможно, все. Да, на самом деле… Главное, чтобы вы денег зарабатываете. Любой бизнес-процесс, вообще любой бизнес строится по принципу «ваша материальная и нематериальная» перетекает в деньги и наоборот, чтобы вы там не придумывали. Но это тема отдельности не надо. Все равно приводится к этому виду, не материально-материально, в деньги. Да. Поэтому, почему я говорил, что «разделяй властвуй» – это простые элементы большого. Чтобы вы там не придумали, все равно можно сделать тремя документами в учетке. Да. На самом деле все довольно… Вы что-то хотели спросить? Вот я немножко поправлюсь, потому что он в плане у вас во всем мире, во всем существует. А что за чаком удалось? Нет. На здоровье. И я не к тому. У вас приказное решение. Это аналог штатовского интуита, да? То есть это, так сказать… Возможно. Интерфейс для тем, кто ненавидит интерфейс? Интерфейс для военных, так сказать, да. Ну, просто по большому счету, в конечном итоге любого руководительского предприятия, я думаю, вы согласитесь, гораздо будет интереснее дебет с кредитом вот здесь. Сходится или не сходится? То есть сколько бы он не сходился, меня гораздо больше интересует, что лежит у меня вот в этом кармане. Правда? Я не минимизирую достоинства вашей системы. Нет. Спасибо. Вы считаете ли вы себя основным конкурентом 1С? Нет. Нет. У вас разные задачи. Подожди, подожди. Вот это официальный партнер 1С, и на самом деле он один из разработчиков 1С. Поэтому уважаемый мной человек, потому что для меня это вообще непонятно, чем он занимается. Но на самом деле мы не конкурируем, мы дружим, работаем. Самое интересное взяли платформу 1С. Прекрасная программа, пользуйтесь. И всегда говорю, хотите сложности, пользуйтесь 1С. Хотите понимать, где гроши, пожалуйста, пользуйтесь нашими услугами. Вы сказали, что данные окружает токсомононоз. Я сегодня презентовала токсомоноз. Да, я видел Вашу презентацию. Хайл планы. Что есть токсомоноз, что есть токсомоноз, что есть методат. Интересует ли Вас кирлотный проект совместно с, помнили наши ребята, по написанию токсомонии, которая позволила сделать то, что пока не делает токсомоноз. Пошли в технические вопросы. На следующее представление регулятором данных в методате. Что выиграют от этого пользователя? Давайте, может, только потом... Вот еще был вопросик, и уже будем выбирать тогда, кому чего дарить. Одни девушки. Получается, что ваша система, некоторым образом, это просто упрощение бухучета для... Нет. Ну окей, задачи каких компаний можно решать на вашей системе? То есть на первый взгляд, нет, нет, нет. Окей, услуги легко, опт легко, но, скажем, вдруг в этом опте примешивается схема комиссионной торговли. Ради бога. То есть вот это все у вас решено, сколько там, 20 документов вы сказали? На сегодняшний день под управляющей компанией просто 15 компаний, которые занимаются разными видами деятельности. И на самом деле, когда вы приходите со своей неординарной задачкой, которой у нас нет, мы просто помогая вам, на самом деле, улучшаем, делаем программку еще лучше. Поэтому, если вы придете со своим бизнесом, который что-то, что-то есть настолько необычное, то могу вам сказать, через какое-то время, когда у вас все будет налажено, в программке учетки будет новая функция. Окей, еще тогда можно сразу? Конечно, конечно, конечно. Раз вы сказали, что это реализовано на платформе 1С, все пользователи работают в разных конфигурациях? Нет, в одной. Отдели информационной базы? В одной. Все в одной? Все в одной. Там существует разделительство. Какое количество пользователей у вас работает? Одновременно в пиковой нагрузке. Это любимое дело, когда налоги должны быть сданы 20-го. Естественно, числа 17-го пиковая нагрузка, ну, максимально за 10 лет было, по-моему, 15 единовременных пользователей. В смысле, 15 единовременных пользователей в системе у вас всего работает? Нет, нет, нет. В данную секунду 15 человек сидят. Я что-то делаю. А так они разбазованы по времени. Некоторые любят вообще в 2 часа ночи работать. При этом, то, чем мы занимаемся, как раз так и рекомендуем делать все вовремя. Тогда не надо сидеть 17-го числа и так далее. И вешать мне сервер. Ну, рекомендация, вы же понимаете. Ну, позволите еще вам человеку задать вопрос? Да. Да, у нас. Ну, синий. Последний доклад, то есть, вы ограничены только темы, что нас дома ждут. У меня вопрос касательно интеллектуальной собственности. Да, так вы, как сказали, представительный революционный 1С. Да. Поэтому у вас серверная версия 1С, я так понимаю. А количество лицензий? Все куплено, все легально. Все отчитываю. У вас это увеличивается в зависимости от клиентов, которые приходят? Все? Вопрос? Чувствуется человек с 1С. Облако и... Ну, естественно. Все, что, типа, в интернете, даже e-mail, это уже облако. Стоянка там. E-mail тоже точка. Хочу для вас сказать, что основная задача, которая как раз состав Ибрагивич Бендер, которого он говорил, я чту уголовный кодекс. Поэтому у нас все легально, официально, и мы как раз всем рекомендуем работать честно, открыто, прозрачно и понятно. Это гораздо уменьшает головников. И вы даже действительно, когда вы работаете открыто и в Беленькую, вы можете масштабироваться. Потому что вы точно знаете, сколько вы зарабатываете и сколько вы тратите. Поэтому как раз таки здесь мы тоже масштабируемся. А когда еще, дополню, чем классно работать в Беленькую, да? Когда там, допустим, деньги через банк проходят, да? Где-то что-то накосячили, что-то забыли. Открыли банковскую выписку, посмотрели там. Потому что что у вас в учете, что у вас по банку, будет одно и то же число. Всегда есть место, где можно проверить. Это банк. Так, в этом еще вопросе к намолевшим. Взаимодействие государства и частного бизнеса. Вопрос, возникают ли у вас проблемы при проведении проверок контролирующим, проведущим органами, налоговая. То есть, допустим, придет инспектор, скажет, выгрузите мне 1С, что директор скажет, так у меня бухгалтера нет, у меня учет кинбай. Ну, как бы... Были такие случаи. Я всегда рекомендую делать морду кирпичом. И говорить, что по вашему законодательству есть возможность плана счетов, есть книги учета. Я веду в книгах учета. Говорите, пожалуйста, перефразируйте ваш вопрос относительно книг учета. И все, все сразу от продажи. Это одна версия. А вторая, это работайте с управляющей компанией просто. Минута саморекламы. Да. По одной простой причине. Потому что я в этой стране занимаюсь с 92-го года только официально предпринимательской деятельностью. И всегда говорю, может, не надо все на государство валить. Может, свое нележество надо все-таки как-то компенсировать. Ну, понятно, что если не хотите сами разобраться, то пригласите специалиста. Меня, например, я поговорю с МНС. И все. На самом деле, основная масса того, что они требуют, это их компетентность, на которую я указываю. Ну, а законодательные требования, единственное, от предприятий, с главного бухгалтера, как? А, знаете, на сегодняшний день я владелец пяти компаний. У меня работают пять компаний. И в ней работает один сотрудник. Это я. Я, конечно, придумал, как и себя убрать из этого, но пока не хочу. Нет ответственности? Нет. По нашему законодательству у вас может не быть бухгалтера, если у вас там ООО, там, ну вообще, это сейчас даже ООБ обязаны. Есть понятие аутсорсинга. Поэтому система просто – это система тотального аутсорсинга. При этом и директора у вас может не быть, потому что по договору управления вы можете передать свое управление управляющей компании просто. Один из наших клиентов, у него было пять сотрудников, четыре мы уволили через два месяца, потому что они бесполезны. Я уже на протяжении полтора года предлагаю уволить директора, потому что он абсолютно бессмысленное звено. Но учредители говорят, давайте хоть кого-нибудь для приличия останем. Я говорю, ну хорошо, это же вы платите дополнительную заплату. По поводу проверок. Ну, за, опять-таки, 10 лет из тех случаев, которые я знаю, порядка 12 пользователей из всей массы проходило проверки. И только один из них укосячил. Укосячил, потому что он года три сидел на ГУА. Естественно, сами знаете, что он забил на учет. И когда ему пришло письмо счастья, он спохватился за две недели. То бишь, не сдать проверку с учетом, это чисто вопрос вашей дисциплины. Это невежество и нежелание ничего делать. Поэтому нам был звонен человек, который через два дня, последний срок сдачи, он говорит, давайте что-нибудь восстановим. Я говорю, ну, это, конечно, возможно, но мы всегда рекомендуем лучше по 10 минут заниматься постоянно, и тогда у вас точно не будет сложности. Но если будут сложности, пригласите меня. Последний раз Фрунзенскую номер один приходилось доводить до истерики. Я их не боюсь, они меня боятся. Хорошо, хорошо. Хорошо. Реализовано ли в программе подача нового декларации и еще от фактура подписи ЦП? Значит, СЧФ есть. СЧФ во всех ипостасиях. Для тех, кто по отгрузке, для тех, кто по оплате, для тех, кто частично даже получает оплаты и работают по оплате. Ну, чтобы вы знали, есть у нас вот это СЧФ, это как ликбез небольшой по СЧФ. Если у вас учет выручки по оплате, и у вас есть накладная, на которую пришло 5 оплат. Вот по современным правилам вы должны 5 раз выставлять СЧФ на все позиции. Допустим, накладная на 200 позиций, и вы 5 раз выписываете СЧФ по мере оплаты. Это такое у нас законодательство. Даже вот эта портография реализована системой. А налоговая декларация? Налоговая декларация. Все налоговая декларация, все СЧФ, только загрузка на портал происходит пока в ручном режиме. Ну, там бы все равно должны. На самом деле, я человек, вот человек сидит, я ему показывал. Формируется один документ, из него копируется всего лишь одно число, которое сгенерировала система. И через копировать вставить в арму налогоплательщика и нажать кнопочку «Отправить». Вот это копипачку никто не отменял. Да. Спасибо. Все, всем тогда спасибо. А, еще. Ну, давайте уже. Я не знаю, кому достанется Яндекс.Касса. Скажите, пожалуйста, у вас вот реализован управленческий учет записан был. Да. Это хорошая вещь, там можно знать, как получить доходы, снижение расходов. Все, я. Каким образом? Это, чтобы управленческий учет, надо специальное знание, чтобы нанимать компанию дополнительным сотрудникам или автоматизированным? Зачем? Формируется достаточно один отчетик из системы, там, ведомость по долговоложению. Не, 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 не один. Вопрос как раз, какой показатель вы хотите. Да, но и через этот отчет выясняете ваш свой показатель, что вы хотите уменьшить. И все. На самом деле две задачи. Увеличить доход, уменьшить расход. Больше всего по опыту с доходами более-менее понятно, это вопрос маркетинга. И это насколько вы креативно можете подойти к вашим потребителям. Чаще всего народ не умеет считать свои расходы. От каких я только извращений не насмотрелся в формировании расходов. Это просто ужас. И мы тут как раз рассказывали, например, почему я всегда говорю, что для того, чтобы были инвестиции, давайте для начала грамотно будем вносить амортизационные расходы. Потому что не надо разбираться в управленческом учете, если вы не понимаете, а как вы будете развиваться дальше. Но опять-таки будет интересно, все это мы расскажем, покажем. Еще раз говорю, только две задачи. Чаще всего надо, в первую очередь, начинать с расходов, потому что если вы зарабатывали 100 рублей и 80 у вас было расходов, то уменьшив расходы, например, до 60 рублей, ваша прибыль вырастает в два раза. Только наш народ все равно почему-то хочет 100 рублей. Вместо того, чтобы именно те, которые он может положить в карман. Ну что, Никита, будем вручать кому-то больше вручать? А сколько призов? Один. Один? Нет, это неинтересно. Ну да, поэтому... А вопросов-то было, сколько... А расторопить призы можно? Да, да ладно. Там расторопить ничего. Да, там расторопить ничего. А давай вот молодому человеку вот как раз вот... Ну, давай. Чувствуй, что у него свои дела. Один приз пакетик, второй приз. Не-не-не, не жадничай. Я предлагаю вот молодому человеку. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Счастливый работатель подарков. Вот вам Яндекс.Касса. Желаю вам, чтобы ваша касса всегда была наполнена не только тем, что там лежит, но и денежными знаками, какие вы больше предпочитаете. Спасибо. Все, удачи вам. Процветайте. Всем большое спасибо. Спасибо. Всего хорошего.